Впервые на весенней даче, по-другому не скажешь, а вот статус фермера я потерял после пожара. Так, смотрим. Сейчас мы доберемся вот до этого бригады, а пока посмотрим, а как перезимовали уссурийские груши. Как перезимовали? Как? Ну, наверное, хорошо перезимовали. Вот. Нормально. Вот. Прикоп вертикальный. Груши боятся выпривания, поэтому я научил Сергея не совать их под снег, то есть под углом, закапывать штамбы. Вот так они выглядят. Скоро он их начнет прививать. А пока Сергей прививает так называемые сеянцы сибирок. Вот в тайге этих сибирок миллионы. Абрикос? А где сибирки? А, все-таки абрикос. Ну, ладно. Старею, я уже начинаю издаля еще путаться. Смотрим на этот процесс. Дело в том, что вот сейчас... Ты пробовал выкапывать шаженцы? Еще не выкопал? Ну, часть выкапывается. Часть выкапывается, да? Ну, это там, где повыше, где санцепек, а там склон у нас. Здесь конкретно не выкапывается. А здесь бесполезно. И вот, значит, получается так. Сегодня у нас 12 апреля, да? А вот такая картина. Вот они прививки сделаются. Книжка. Вот Сергей сидит на стульчике, иначе он бы та же угробил бы ноги, как угробил их я. Вот. Работают они в паре. Работают медленно. Если бы вы видели, как работают на Западе, где они срезы делают с помощью станка, вот это я вам скажу, да. Там скорость раз в пять выше. Здесь проблема в другом. Здесь нам нужно качество. Дело в том, что питомник знаменит, и уже к нему приходит слава лучшего питомника в России по качеству саженцев. Вот. По качеству саженцев. И вот что мы имеем. Значит, вот это вот абрикосы манджурские. Когда ты их посадил сюда? Осенью. Осенью? Так, как ты думаешь, у тебя прошла зима, да? Лютая зима. Скажи, хоть один замерз? Нет, подмерзания нет. Нет, ни разу не видел. А ты покажи. В этом году. А, вот же. Другая проблема урона срезы. Вот он, да. То есть подмерзания вообще нет. Нет, перебыток влаги. Перебыток влаги был зимой очень много. Ага, для нас 30 сантиметров это ниже, чем в среднем по России. Ну, у нас больше было, чем 30 сантиметров, потому что я чистил перед этим питомником. Больше было, чем 30? Я сам мерил. Не по колено, но это же не 30 сантиметров. А, ну это уже прилично. Это уже, еще не сибирская норма, но уже это. И теперь получается, что... То есть от перебытка влаги коричневеки внутри, то есть кора. Ну, это несколько штук из 100, то есть штуки 2. А, эту цифру я называл. У меня получалось из 20, 1, 2. Когда вот такой же год был снежный. А у тебя сколько получается? Из 100? Ну, из 100 штуки 2-3 попадаются в ряду. Ну, все ясно. Это называется первичная селекция. Так. Ну, ясно. Что еще интересного может быть нашим зрителям? В общем, подмерзание ноль. Так. Вот. Сам способ, самый, наверное... В общем, у меня заметил вот по тем ролике, помнишь, я снимал в прошлом году. Для посылок саженцы не, наверное, крупные. У тебя эти клиенты не матерятся потом, когда получают посылку? Да, нет. Где одна треть от того, что... Нет, у меня же коробки нестандартные, я их заказывал. Ну, с какой длиной? 75 сантиметров. Ну, это, конечно, не почтовое. Нет, есть 75, есть 95. 95. Да. Все равно режешь. Ну, конечно, режу. А люди с пониманием относятся? Конечно. Ну, ясно. Нож, я вижу, прекрасно режет, прямо как масло. Вот тут ко мне прислали нож в подарок. Оказался окулировочный. Люди-то просили выслать железо в подарок. Ну, я целый фильм снял зато. И научу теперь тысячу людей отличать вот это от того. Так, ну, что, отлично, получается, размеры совпадают сразу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!